Руслан Бадалов, мастер спорта международного класса, Чеченская республика, вольная борьба. Для чего проводишь такие соревнования? Здесь об этих соревнованиях можно говорить очень много. Я вот хочу сказать, что я последние годы частным гостем у Давида Мусульбеса. Этот турнир, соревнования эти проводятся в первую очередь в память о своем тренере, заслуженном тренере Российской Федерации Казбек Дедекаева. Этот тренер, помимо других спортсменов, которые имели высокие спортивные результаты, он сделал Давида Мусульбеса и чемпиона Советского Союза, Европы, мира и Олимпийских игр. Это самое высшее достижение в спорте, скажем. А вот эти соревнования, конечно, много стоят перед тем, как вы меня берете в интервью, какая акция прошла здесь. Дети, 10, 11, 12 лет, юноши, еще юные ребята приехали со всей России, из-за рубежа. И завтра они будут выступать на открытии, ну и на соревнованиях. Это, конечно, и здоровый образ жизни, это вовлечение юных спортсменов в занятие этим мужественным, красивым видом спорта, каким является вольная борьба, вот, и это воспитание наше будущего поколения, вот, это завтрашнее наше, которым мы должны гордиться будем, вот. Для этого, конечно, они должны пройти этот этап, начиная с юношеских и до взрослого помоста, скажем. Ну, мне очень приятно, хотелось бы отметить, что это неразрывная связь детей, юношей, да, нашей молодежи, было бы неполным, если бы не было бы ветеранов спорта и тренеров. Вот нас каждый раз он приглашает, вот, и не оставляет нас без внимания. То есть тренеры должны готовить этих спортсменов, они должны передавать все знания, да, воспитывать их, чтобы они были культурными, образованными. Конечно, образование очень важное, да. Здесь, на спортивных коврах интеллект проявляется, интеллект бывает заметен, потому что такую карусель должен борец, чтобы достичь высоких результатов, победы, он должен столько приемов, столько тактических, технических действий сделать, да. То есть, если интеллект не будет на высоте, да, не только в школе, в жизни, но и на ковре здесь это надо. Поэтому я очень благодарен за приглашение, вот, что он не оставляет без внимания, вот, и ежегодно проводит память о своем тренере, этого многого стоит. И я очень восхищаюсь действиями, жизнью, всеми поступками Давида, вот, он блистал на ковре, но он блистает и в жизни, да. Вот, возглавляя школу Олимпийского резерва, Московскую школу Олимпийского резерва, многим, многим, как в пример можно привести, как надо работать, не только как спортсмен, но и он как организатор, как политик, и воспитатель, и друг, и товарищ. Вот в этом человеке все это есть. Я очень рад, горжусь с дружбой с этим великим спортсменом, великим человеком. Это можно без преувеличения сказать. Поэтому, вот, это прекрасный праздник, который ожидает нас завтра. Вот, я в праздничном таком приподнятом настроении, вот, и желаю я, чтобы и дальше успехи Давида были, приумножались, и в России с него бы брали, с его работы, с его действия, поступку, брали бы пример. Вот, что я хотел бы сказать. Думаете, такие мероприятия помогают в национальных отношениях? Вопрос очень правильный, очень важный, потому что здесь у нас, представьте, Северный Кавказ, один, самые многочисленные, да, борцы. Это считается и сложным регионом, скажем, в каком-то плане, да, вот разные национальности-то. Вот, вот борьба, вот этот спорт, это делает не только, вносит огромную лепту вклад в плане пропаганды, да, здорового образа жизни, пропаганды, популяризации этого вида спорта, но и дружбы между самими спортсменами, да. Вот, вот с малых, можно сказать, с малых юного возраста закладывается ихняя дружба, а это разносится в регионы, уходит, да. И вот это очень важно в плане межнациональных отношений и дружбы народов, да, дружбы через спорт, через культуру, через образование. Вот, вот, скажем, они, вот, лидирующий спорт занимает место, именно вольная борьба, вот, вот, на вопросы отвечают на заданный вами вопрос дружбы народов, да, вот, это очень важно. Спасибо.